Не все желания исполняются под Новый год. Жители дома 22Б на Кухомском шоссе вот уже несколько месяцев пишут письма не Деду Морозу, а чиновникам разного ранга – городским, региональным, федеральным. Главный вопрос – почему электроэнергию и воду дом экономит, а плата за ОДН все равно растет, как зимние сугробы. А нам в последнее время прислали два подъезда, нам прислали 59 кубометров холодной воды ОДН. И стабильно шлется 8 кубометров на подъезд горячей воды. Это уже в течение года. Жильцы не просто ждут, когда решение само свалится на них в мешке с подарками от Деда Мороза. Валентина Полякова всю жизнь работала врачом-рентгенологом, 40 лет. Но и на пенсии отдохнуть не получается. Все хочет добиться справедливости. Этим я занимаюсь практически четверть века. Но раньше еще в Савдеповское это время можно было пожаловаться в обком и объяснить. И на второй день так все сразу появляется. А сейчас вот. За 2018-й женщина написала десятки писем в различные инстанции. От местных до генпрокуратуры и администрации президента. В итоге у нее сотни листов бумаги с ответами из тысяч букв. А толку ноль. Женщина пытается выяснить, почему ОДН считают с площади квартир, а не с числа жильцов. Все четно. Будет ли порядок в доме, если на государственном уровне справедливости нет, возмущается Валентина. Что если я живу одна в трехкомнатной квартире, надо мной живут шесть человек, платим за все одинаково. Они также пользуются лифтом, конечно, меньше меня и полывание у них после их много чище, чем я одна живу. Но это тоже все неправильно. Я написала в генпрокуратуру. Ответ пришел в областную прокуратуру. Областная прокуратура переслала в госжилинспекцию, в администрацию города. Получила ответы. Ответы, которые ни о чем не говорят. Дом 22Б можно назвать образцово-показательным в плане экономии. Жильцы сами позаботились о том, чтобы меньше платить. Сами мы были инициаторами того, что нужно поставить в подъездах энергосберегающие и лампы, и датчики движения поставили, чтобы у нас целый день не горел свет в подъезде. Просто так. 15 секунд у нас горит лампочка, когда заходит человек. Все. У нас в подъезде вообще свет мало очень тратится. Так же и со счетчиками на воду. Обязали тоже всех жильцов поставить счетчики на воду. Тоже сами их к этому подбили, так сказать. То есть у нас сейчас ни платежиков в доме нет. При этом в платежках упорно возникают цифры, объяснить которые, кроме как грабежом, жильцы не могут. В Домоуправлении видят другую причину высокой платы за ОДН – несвоевременную оплату. Объем ОДН больше зависит от временной разницы в даче показаний индивидуальных приборов учета и общедомовых. То есть, вот как я объяснял, кто-то дает показания 10-го, 15-го, 20-го, 25-го. Общедомовый прибор учета списывается каждый месяц в один и тот же момент, там, 25-го числа. Поскольку есть такая временная разница, тот житель, который 10-го числа дал показания, он до 25-го потребит еще ресурс. Разумеется, он его заплатит в следующем месяце. Но вот в данном месяце все, что он потребил до 25-го, это ляжет на ОДН. Чтобы доказать жильцам свою правоту, управляющие компании даже готовы пойти на довольно трудозатратный эксперимент. Единовременно пройтись по квартирам и собрать показания счетчиков. И в следующем месяце платежи станут ощутимо меньше. Чем закончится коммунальный эксперимент, узнаем уже в новом году. А по поводу несправедливого расчета ОДН с площади квартир, пенсионерки готовят письмо в новую инстанцию. Вот все ответы, этот десяток, я пошлю заказной бандеролью на имя Жириновского. Наталья Гутарина, Генис Денисов, РТВ Иваново.